Апрельское восстание, национально-освободительное восстание в Болгарии 18 апреля, 23 мая 1876 года, жестоко подавленное турецкими войсками. Подготовка к восстанию. В 1869 году Васил Левский и Любин Каравелов создали в Бухаресте болгарский революционный центральный комитет, а вскоре перенесли его деятельность в Болгарию, создав нелегальную внутреннюю революционную организацию. Комитет отправлял в Болгарию связных апостолов, которые должны были организовывать население и заниматься подготовкой к восстанию. 22 сентября 1872 года подпольщик Димит Робышет и, нарушив прямой запрет Васила Левского, вместе с несколькими сторонниками совершил нападение на турецкую почту на Арабоканакском перевале, где находилась крупная сумма денег, перевозимых из Арханья в Софию. Налет был успешным, но вскоре он был арестован полицией и, оказавшись в заключении, начал давать показания о подготовке восстания. В результате турецкие власти арестовали и осудили свыше 80 подпольщиков. Подпольная организация Софийского округа была разгромлена. Пострадали также подпольные организации Врачанского и Плевенского округов. 27 декабря 1872 года турецкой полицией был схвачен Васил Левский. 10 января 1873 года рассчитывавший на помилование Д.О.Б.ШТ и был повешен. 6 февраля 1873 года в Софии был повешен Васил Левский, но предотвратить начало восстания турецким властям не удалось. Начавшееся в июле 1875 года восстание в Боснии и Герцеговине, которое отвлекло на себя часть турецких сил на Балканах, укрепило позиции сторонников вооруженного восстания в Болгарии. В сентябре 1875 года в Болгарии вспыхнуло Строзагорское восстание, подавленное турецкими войсками. Новое восстание готовилось болгарским центральным революционным комитетом, находившимся в Джорджу, и революционными комитетами в Болгарии. Территория Болгарии была разделена на четыре округа, которые возглавили прибывшие в начале 1876 года организаторы-апостолы. Первый — Терновский округ, апостол Стефан Стамболов, его помощниками стали Христа Караминков и Георгий Измерлиев. Второй — Сливенский округ, апостол Эларион Драгостинов, его помощниками стали Георгий Абретенов и Стоил Воевода. Третий — Врачанский округ, апостол Стоян Заимов, его помощниками стали Никола Абретенов и Никола Славков. Четвертый — Плавдивский округ, апостол Панайот Валов, его помощниками стали Георгий Экономов и Захария Истоянов. План восстания предусматривал также создание 5-го Софийского округа, но этот округ создан не был, поскольку избранные в качестве его руководителей подпольщики были арестованы турецкими властями. Однако несмотря на то, что при подготовке восстания учитывался опыт Старозагорского восстания, в военном и организационном отношении апрельское восстание было подготовлено в недостаточной степени. Наибольший размах подготовка к восстанию достигла в 4-м Плавдивском округе, где уже в январе 1876 года удалось восстановить старую сеть подпольных комитетов и создать новые. Активно проводилась подготовка к восстанию и в 1-м Терновском округе. В окрестностях Руси подготовка шла удовлетворительно, но местным подпольщикам не хватало оружия. В Сливенском округе подготовка шла неудовлетворительно, в подготовке восстания активно участвовали широкие слои населения, в том числе представители назначенные османами администрации, сельские старосты, кметы и сборщики податей. Крестьяне заготавливали продовольствие, покупали оружие и порох, ремесленники отливали пули, изготавливали патроны, шили сумки и патронташи, изготавливали ремни, обувь и другое снаряжение. В целом, к началу восстания только от 4 до 5 тысяч участников имели оружие, однако план восстания предусматривал привлечение невооруженного населения, в частности, для разрушения железной дороги, мостов и телеграфных линий во Врачанском округе. Поскольку оружия не хватало, женщины сушили и толкли жгучий перец. Одним из участников восстания была, и, Золотухин, узнав о подготовке восстания, он приехал в Пазарджик и присоединился к повстанцам, а в дальнейшем воевал против турок в отряде Соколова. 14 апреля 1876 года в обореште отругов Средногоры состоялось Великое народное собрание Плавдивского революционного округа, на котором присутствовали 64 представителя от 60 селений, которые согласовали вопросы тактики, утвердили решение о мобилизации, о сборе продовольствия, о реквизициях тягла и скота на нужды восстания, а также решение о изготовлении деревянных пушек. Кроме того, собрание утвердило решение о начале восстания 1 мая 1876 года, позднее начало восстания перенесли на 11 мая 1876 года. Следствием этого стала дезорганизация на местах, что впоследствии стало одной из причин поражения восставших. В результате недостаточно тщательного соблюдения правил конспирации была утрачена крупная партия оружия. Пазарджики и турки захватили 86 современных игольчатых винтовок. После предательства одного из участников восстания в 4 округе о готовящемся выступлении стало известно турецким властям. Начались аресты. От событий 19 апреля 1876 года в Копривштицу прибыл отряд из 20 иконных турецких полицейских, начавшие обыски, допросы и аресты жителей. Были арестованы два человека, принимавшие участие в подготовке восстания. Местный повстанческий комитет сообщил центру округа о том, что они приняли решение начать восстание немедленно. Копривштицы ударили в набат и повстанцы атаковали турок, член местного повстанческого комитета Г. Тихоник первым выстрелил в представителя султанской администрации. Вслед за этим в Панагюриште был направлен конный курьер с письмом призывом следовать их примеру. Во главе восстания стояли Тодор Коблишков, Георгий Бенковский и ДР. 19 апреля 1876 года восстание охватило Копривштицу и Панагюришти. То, что некоторые атаковавшие турок-болгарские повстанцы были одеты в самодельные военные мундиры, вызвало замешательство у турецкой администрации. 21 апреля 1876 года восстанием были охвачены 32 села и города. Наибольший размах восстание получило в Южной Болгарии, где главными центрами восстания стали города Панагюришти, Копривштица, села Батак-Перуштица. В других частях страны восстание свелось к разрозненным действиям небольших отрядов. С самого начала восстание не имело единого централизованного руководства, было несогласованным и носило оборонительный характер. Восставшим не хватало оружия, в основном у них имелись только самодельные пушки, кремневые ружья, самодельные пики и иное холодное оружие. 22 апреля 1876 года начались первые серьезные бои с турками. В подавлении восстания участвовали регулярные части турецкой армии, резервные войска, ополчение из мусульман и отряды регулярных войск. Помимо турок, в подавлении восстания участвовали переселенные в Болгарию черкесы и помаки. 25 апреля 1876 года в Терновском крае возник еще один повстанческий отряд из 200 человек, командиром которого стал Петр Пармаков, а воеводой Поп Хритон. В Соколинском монастыре возник отряд из 219 человек под командованием Цанка Дюстабанова, который вел бои на протяжении 10 дней. Прежде чем был разбит турками, в Трявне и жителей окрестных сел возник еще один отряд, но практически сразу повстанцы были уничтожены турками. 26 апреля 1876 года пала Клисура, а к Еленджику прибыли значительные турецкие силы. 27 апреля 1876 года башебузуки захватили и сожгли селение Перуштица. Повстанцы и примкнувшие к ним жители, продолжавшие сопротивление, забаррикадировавшись в церкви, погибли во время пожара. Все остальные жители села были казнены. 30 апреля 1876 года после четырех дней боев и артиллерийского обстрела турецкие войска захватили по Нагюриште, которым укрылись бежавшие от турок жители 20 окрестных селений. Бои здесь носили ожесточенный характер и шли за каждый дом. Опорными пунктами повстанцев стали укрепленный дом Диалчо Ширкова и дом Диалчо Хаджи Симеонова. Занявшие эти строения стрелки, вооруженные трофейными турецкими винтовками, задержали продвижение турецких солдат и нанесли им существенные потери. В боях заселения турки потеряли около 200 человек, в том числе и несколько офицеров. Поэтому командующий турецким отрядом Хафиз Паша приказал полностью уничтожить селение по Нагюриште было сожжено. Город Брацыгова сопротивлялся больше недели, однако после артиллерийского обстрела повстанцы сложили оружие. В начале мая 1876 года по требованию местных Чарбаджи повстанцы ушли из села Батак, вслед за этим башебузуки захватили и сожгли село. Также, в начале мая 1876 года у села Ниньково турки уничтожили еще один отряд из 60 повстанцев. 12 мая 1876 года в местности Костина попал в засаду отряд Габенковского. Бенковский погиб. 17 мая 1876 года у деревни Козладуй высадился сформированный в Румынии отряд под командованием Христа Ботева. Отряд дошел до города Враца, но 20 мая 1876 года был уничтожен в бою с турецкими войсками. 31 июля 1876 года в бою с турецким отрядом погиб Сидергер Твердый знак НЧаров, последний из командиров отрядов повстанцев. В восстании участвовали широкие слои болгарского народа, крестьяне, ремесленники, а также представители мелкой и средней буржуазии и интеллигенции. Однако плохо вооруженные отряды повстанцев были разгромлены. Только в южной части Болгарии было убито свыше 30 тысяч человек, в том числе старики, женщины и дети. Также были сожжены 80, разрушены и разграблены 200 селений. Последующие события, несмотря на поражение, апрельское восстание поколебало турецкое феодальное господство в Болгарии. А жестокое подавление восстания привлекло внимание великих держав к событиям на Балканах. Стало предметом рассмотрения на Константинопольской конференции и одной из причин русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В результате которой Болгария была освобождена от турецкого господства, восстание вызвало отклик не только в болгарских владениях Османской империи. Международный резонанс вызвал погром в Солонниках, где 24 апреля 1876 года толпа мусульман на глазах губернатора Мехмед Рефет пошубила двух иностранных дипломатов, которые дали убежище христианской девушке. В Российской империи восстание получило широкое освещение в печати. В стране прошла кампания по сбору пожертвований и помощи болгарам, которые принимали участие православная церковь, болгарская община и различные общественные организации. Центрами сбора пожертвований стали редакции газет. Кроме того, государственные и общественные структуры занимались оказанием помощи беженцам из Болгарии. Комиссия в Киеве занималась распределением собранной помощи среди болгарских беженцев. В октябре 1876 года дамское отделение при Московском славянском комитете обратилось к русскому консулу Филиппо Поляэн Герову с письмом, в котором сообщило о готовности принять и воспитать 15 болгарских детей-сирот. Всего за счет общества в московских монастырях, институтах, пансионах и частных семьях были размещены и взяты на содержание 27 девочек-сирот и одна участница восстания. Созданное в 1854 году Одесское болгарское настоятельство занималось размещением болгарских беженцев в Одессе, сбором и распределением помощи. Устроила в учебные заведения 62 болгарских детей. 19 апреля 1901 года Рескриптом Фердинанда I была учреждена бронзовая памятная медаль 25 лет апрельского восстания. Ей были награждены все оставшиеся в живых участники восстания «Память. Отражение в культуре и искусстве» в литературе Иван Вазов. Роман «Под игом» и Эстургенев 26 июля 1876 года написал стихотворный памфлет «Крокет Виндзери» в музыке песни «Баток» болгарской группы «Епизод». В живописи художник К.Е. Маковский написал картину «Болгарские мученицы. Памятники». В Болгарии установлен ряд памятников событиям и участникам восстания. В 1976 году в 100-летний юбилей восстания на Маньёва-Борда был открыт мемориальный комплекс авторами которого являлись скульпторы Величко Минеков, Секуль Кромов, Димитр Доскалов и архитекторы Иван Николов и Богдан Томалевский. Мемориал, в строительстве которого принимали участие добровольцы Испана Гюришти, стал самым крупным памятником восстанию. Дополнительная информация. Среди причин поражения апрельского восстания следует назвать отсутствие единства в руководстве восстания, а также слабое использование потенциала болгарской миграции. К началу восстания за границами Болгарии проживали около 500 тысяч болгар, но в восстании приняли участие только 300 болгар-эмигрантов. Во время апрельского восстания 1876 года на вооружении болгарских повстанцев помимо охотничьих ружей, топоров и коз были и самодельные пушки. Всего было изготовлено 13 черешневых пушек, которые представляли собой дульнозарядные деревянные артиллерийские орудия, сделанные сельскими умельцами в Клисурии, Купри, Вштицы и Стрелчи. Их ствол был изготовлен из выдолбленного ствола от черешни, колеса изготовлены по образцу тележных колеса с дуба или иного прочного дерева. Стволы некоторых орудий для прочности стягивали металлическими обручами, в стволы нескольких других орудий были вставлены медные трубки. Для стрельбы использовали гири от весов. Дальность эффективной стрельбы составляла от 70 до 80 метров. Ствол такого орудия выдерживал по меньшей мере один выстрел, однако одна из пушек выдержала три выстрела. Две черешневые пушки стали трофеями турецких войск и Хасан Паша отправил их в Стамбул. В 1976 году, столетний юбилей Восстания 1876 года, под руководством Стояна Шнякова в городе Златица по сохранившимся в архивах и музеях чертежам и описаниям были изготовлены несколько точных копий. Деревянных пушек 1876 года, испытания которых показали, ствол орудий обладал достаточной прочностью при стрельбе черным порохом, изготовленным по рецептуре XIX века. Помимо черешневых пушек, в батаке отлили одну дульнозарядную бронзовую пушку.